Про Аньес Варда говорили, она использует одну свою руку для того, чтобы снимать другую. Сказанное, конечно, не описывает буквально ее метод, но такой образ может служить символом всякого авторского кино. Очень личного, свободного от коммерции, свободного от каких-либо стандартов. Не стандартным выходило все, чем занималась Аньес Варда. Это подтверждает и Ольга Свиблова, лично и давно знавшая бабушку французской новой волны. С руководителем Мультимедиа-арт-музея мы говорили и о других проектах, проходящих в музее Бейеннале «Мода и стиль фотографии». Но прежде всего об Аньес Варда. Авторы новой французской волны в самом начале писали о себе в журнале «Через нас проходит ось, по нашим часам придется отсчитывать время». Художники сразу поставили себя как выдающиеся. Аньес Варда была такой же. Хрупкая девочка. Вот здесь есть Аньес Варда уже старше. Можно представить, какой она была девочкой в это время на фоне вот этой мужской волны, потому что Аньес Варда называют первой женщиной кинематографа французского. Это действительно правда. Это первый режиссер французской женщины, которая получает награды крупнейших фестивалей, которая в Каннах, которая в Венеции, которая в Берлине. Но она не чувствовала себя частью этой кинематографической банды. Её переписали. Она говорит, я с ними дружила. Но она гораздо спонтаннее. И она остаётся ребёнком, который позволяет себе и право на ошибку. Она не видела себя как мужчина знаменем. И это очень важно для понимания её характера. Она до конца жизни остаётся своевольным ребёнком. Её фильмы невероятно интуитивны. Почему она решила, что у неё именно три жизни? Она говорила что-нибудь об этом? Почему три жизни Аньес Варда? Это как бы и само выражение Аньес Варда, и в какой-то степени это те медиа, которые она трогала. Потому что Аньес Варда начинает как фотограф. И для того, чтобы собрать эту выставку, у меня лично ушло семь лет. Потому что как только появилась первая выставка Аньес Варда, вот она здесь у нас висит, её оригинальные фотографии. Потому что ну какой лидер новой волны, а у неё уже каны за плечами, может повесить первую свою выставку на заборе, который окружает её домик, в котором она вот как поселилась, так и живала до последней минуты своей жизни. Просто интересно то, как и почему даёт название выставкам. Вот другой проект. Гарсия Аликс. Называется «Неистовый экспрессионизм». В слове экспрессионизм уже силища какая. А он ещё и неистовый. И это правда. Не перебор? Нет, не перебор. Нет, не перебор, потому что энергия Гарсии Аликса, которая выплёскивается первый раз сразу после смерти Франка, в это время, в 80-х, происходит в Испании приблизительно то же самое, что происходило в Америке в 60-х. Вот молодёжная революция. И это безумие. Это время, когда они раскрывают свободу. Свобода через край, как известно, бывает чревата. И в этот момент Гарсия Аликс берёт камеру в руки. Байкер, как сегодня говорят, который до сих пор не расставлётся со своим мотоциклом. И он герой многих его фотографий безумных. И Гарсия Аликс действительно до сегодняшнего дня абсолютно безумный, неистовый и бескомпромиссный максималист, который сделал гениальный фильм, который мы будем показывать, о трагедии своего поколения. Музей построен как гигантская этажерка. И вы раскладываете по полкам отдельные выставки, каждое своё время. Есть какой-то принцип? Или просто всё лучшее, и неважно где? Что у входа, что под крышей? Нет, мы всегда, когда строим выставку, действительно, наш музей сравнивают с Гуденхаймом. Нас зовут в мире мини-Гуденхайм. Потому что Гуденхайм сделан как спираль, как известно, знаменитая райтовская дать. А мы сделаны как паучки. Ты очень точно назвал нашу структуру. Но все наши выставки, они имеют такую нитку, которая их связывает. И это и месседжи, которые одна выставка поддерживает, в другом проекте поддерживает. А ниточка – это тема объединали? У нас в этом году тема объединали. А мы сейчас на 11-й объединали моды и стиль фотографий. А стиль – это все, и мода – это очень важно. Далекое и близкое. Мы путешествуем во времени, и мы путешествуем в пространстве. И это, конечно, ментальное такое путешествие, но оно очень важное. И мы охватываем, по сути дела, 100 лет. С начала 20-го века. И это наш проект замечательный «Лизанэ Фоль». Последний большой стиль арт-деко. Последний большой стиль 20-го века. Но ведь Ания Сварда, которая никогда не считала себя феминисткой, сделала огромное количество фильмов про женщин и оказалась первой женщиной, которую приняло большое кино. И поэтому от арт-деко – бжун, джампинг. Мы от арт-деко предвоенного стиля, который заканчивается во время Второй мировой, переходим в конец Варда, который начинает в 1948-м, сразу после Второй мировой войны. Спасибо, Ольга Львовна. Я думаю, спасибо, что вы пришли.